Итак, дорогие друзья, третья решающая карта, у микрофонов всё ещё Маден и Грейн. С вами студия Фессура, давайте разбираться, кто победит, кто проиграет в рамках последней серии на сегодня. Видим мы, что решили всё-таки убрать Лину, Лава. Сыграли с ней две игры, одну выиграли, одну проиграли. Знают её силу, поэтому такие, ладно, давайте на ФП её отдавать не будем. И тут у нас просыпается Тускат. У него не было две карты, прикольно. Ага, пассивнее. Сейчас ещё Веспа какого-нибудь очень хочется, не угадал. О, а вот и Тинни, наконец-то, которого я ждал пару карт подряд, но его что-то игнорировали на самом деле. В этот раз всё-таки решили его добрать. А как ты думаешь, это правильно пикать Лишрак плюс Тинни, если ты, ну, вроде как, хочешь флексануть его, да? То есть, либо у тебя Лишрак мид, либо Тинни мид, а тут у тебя как бы сразу получается, что Тинни, скорее всего, четвёрка, Лишрак, скорее всего, мид. Ну да, Лишрак, это, знаешь, такой псевдофлекс, который вроде бы и может пойти на тройку, но все, скорее всего, понимают, что это будет мид. Ну да, то есть, только это мой вопрос, что вот Тинни, как ты вроде как больше хочешь, чтобы враги подумали, погадали. Интересно, SF, это это к нему Керри, да? Сразу позиция открывается для JP. Керри SF очень сильно пробивает Лишрака, типа с физы, прям максимально больно ему становится от этого героя. Осталось десять секунд. Спасибо. Да, закрыли. Но против Тинни не так приятно играть на SF, особенно в начале, если там какая-то сильная линия будет, можно его выкидывать от какого-то героя. Энигма может. Но хотя Энигма страдает, наверное, от Кайлов и SF, эталонами. Убирает нашумевшего кентавра. Ну он был, да, таким бедным, но полезным. В какой-то момент он там дал стан по-троим, и очень стильно это порешало в треке. Там еще и Рубик с Таном Лин и продлевал постоянно. Да, это хорошо играли. Я обратил внимание, что Йорр еще и на слоте капитана сидит, в герое драфте для Укумари. Что-то я все время хочу назвать Укумари Хакори. Вы знаешь, ты такие Хакори? Они что-то на Инте там выбирались, играли. Да-да, я помню. И Холайнс подписали. По итогу вот они в этом сезоне, в этом туре, третье место заняли в первом дивизионе. Хотя там до переигровок, там чуть ли не шестое у них было. Ну вот. Успешные переигровки были. Да, там очень рекомендовался. Собирает Клокверка еще. Ну вот Клокверк Тени, вроде два таких похожих героя. Не особо хочется их в один траут брать. Так что... Ну они уже вторую игру подряд банят Клокверка. Ну не вторую, а на первой карте они баняли Клокверка. И сейчас банят Клокверка. Прям во второй вот карте был Клокверк, который бегал просто умирал постоянно. Постоянно. Пуками промахивался, как-то да, тоже много вопросов у меня было к этому Клокверку. Ну тут думают, что разыгрался, сейчас пойдет. Какие герои у нас хороши против СФ? Снайпер какой-то. Урса. Это Урса очень. Урса. Да, Урса очень хорош. Согласен. Тренд Протектор, кстати, был проигнорен в первой стадии. Батрайдер еще в поле. Так, на пятнадцатый пик Лава и Спортс Тренд... Ну Трента должны банить у Клокверка, потому что СФ, скорее всего, будет физическим. Бить под Ливенг Армору неохота. Есть, конечно, Клокверка, но все же. Ну да, и как-то видится, тоже какая-то комбинация интересная, по типу Тренд Снайпер, например, вот что-то делать будешь. Там любым героем можно закрыть Тренд Снайпер, Тренд Дроу Рейнджер, опять-таки. Точтая же не будет. Тусика неприятно, который может выкинуть, а если это будет коровый тусик, то у него точно быстро появится. ДП, кстати, банят. ДП это один из всех героев, которые очень хорошо стоят против линии с Тренд протектором. Ммм, намек. Возможно... Давай говори, что что-то возможно. Ну, то, что с третьим героем Бестмастер может какой-то бан улетит от Лавы и Спортс. Тоже хорошо входит в концепцию драфту Кумари. СФ под Бестмастером против Трента. Ну, пусть забанят Трента, пожалуйста. Извините, не нравится Тренд от долгий игр какие-то. Нигма. Ну, вот, кстати, про Янигум, который я говорил. Ее убрали. Ну, чтобы наверняка. Не, ну, а что, взяли бы Янигму, пришлось бы ответить каким-нибудь Салинсером. Это уже вроде нормально. О, интересно. Это как раз на врыву Тускара, судя по всему, будет реакция. Пятерка, даунбрекер, мне кажется. Как и в первой карте. Да, да. Я тоже как-то правит сразу подумал. Наиболее вероятно. Просто ты не хочешь. Не хочешь. Скорее всего, на тройке ДБ, ВСФ, идти. Не хочешь, герой. Хотя бы есть скейп какой-то небольшой. Ну, туда, да. Возможно, будет бетрейдер какой-то на тройку. Может появиться. Я так давно не видел бетрейдеров на 3, как-то это не залетают, но... Да, не частенько будет, на самом деле. В Юго-Восточной Азии часто там было, в Западной Европе тоже. О, вот у нас в Южной Америке вот такие вот герои частенько на 3 бывают. А на Sapphire нормально. Ну, да, кстати. Кстати, это же герой. Вот ты можешь и пайп купить и грифсы можешь этому герою купить. Почему не является герой? Вот там чуть ли не первым пиком, потому что с него по-хорошему удобно должно приоткрываться. Он может выпустить, на самом деле. Особенно если тебе приходится его на тройку ставить. Мне кажется, не самый полезный герой на 3 позиции. Такой же бывает, что и саппорт тоже самое может сделать, там на четверке или пятерке. Логично, логично, да. Ну, это все-таки посильнее какого-то семикора. Он, как и Скрин, постоянно на аналитике говорил, то, что сейчас метод 3-х семикоров. Берешь 3-х семикоров и звен. А Snapfire под это не очень подходит. Ну, если это, конечно, Snapfire не с дезолятором, там, кристаллисом, айтаедалосом, с 25-м левелом, ну, это прям uberlink. Ну, вот смотри, у нас в прошлой карте было 3-7-кора, и не проиграли. Ну, они там не доиграют чуть-чуть. Ну, факт, да. Кстати, вот, кстати, против даунбрейкера, то что она не сможет прилететь. Будет сразу глобал называться. Но есть проблема. Да, Snapfire нажимался. Вот как-то я пока не вижу героя для геймплея Yora. Вот на первой карте бегал, прыгал, на второй карте тоже там классно играл. Надо скорее будет играть. А, ну да, 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 точно. Я что-то как-то... Да, подожди, а кто у нас тогда Snap, кто сайленсер? Ну, вот это уже другой вопрос. Ты просто как-то не видишь, да, линию, тройка Snapfire, там, четвертый сайленсер, это какой-то вообще... Мне кажется, это SFMid будет против лишь рака. Да. И будет Snapcast тускаром, возможная линия, и сайленсер плюс какой-то кор, будут добираться. А, парни злого посмотрели, посмотрели на это все и поехали по классике. Медуза, да. Что-то давно я не видел, что Медуза выигрывала. Сколько вот последние игры смотрел? Ей тоже не хватает чего-то темпа, что ли, или урона, как войдут амузык. Да, есть, тем более сейчас такие керри-герой популярные, что Медузку они щелкают на злотах. Баня Фориона. Я вижу хорошую керри вниз, это терраблэйда, на самом деле. Уж спокойно эту игру выигрывать. Терраблэйда Сайенсер на линию, да? Вроде нормально остается. Осталось 5 секунд. Я просто еще думал, вариант, где может быть все-таки это SF керри, но при этом Snapfire mid. Но как-то, наверное, лучше. Вот что-то не очень местно в Форми, но зачем ее против Лишерака ставить? SF хорошо стоит против Лишерака. Да, да. Вот мне не очень нравится SF керри в Медузу. Как-то думается такое. Порно очень. Можно и посильнее найти, согласен. Ну пока, да, пока получается, играем все-таки от идеи SF mid. Что-то, что-то, что-то хочется против Медузы. Под тускарой или под Сайенс. Есть курса какой-то. Да, вот я тоже про Руссу, думаю, кроме Терраблэйда, очевидно. Снайпер тоже неплох. Запланили вон на только что. О, как ты хотел без мастера запланили. Только не та команда запланили. А, ты для Хакори... Ой, в смысле, блин, для Укумари хотел. Да, еще. Ну тут уже Снайпер, скорее всего, третья позиция будет. Видимо. Мне кажется, по крайней мере. Сейчас они все переиграют. Это будет Тускар 3, Снайпка 4 какая-нибудь. Может быть, может быть. Тускар 3 тоже у нас появлялась. Но эти флексы, это очень весело, конечно. Постоянно все друг друга пытаются переиграть вот этими флексами. Так, ну финишная прямая. Так, призадумались хорошенько так лава. Не знаю, что... Они, наверное, думают, какого аплейнера ему забирать. Вайда забанели. Войдет в каждой игре в бане, либо в пике. Столько. Сдели, как это. Не контрится. Ну ладно, сейчас у нас получается лава ластпикает. Они посмотрят, что возьмут у Кумари, прикинут всю картину. Потому что тут реально много флексов. Удобно. Там взяли, если они возьмут к пыту Урсу, там могут просто вайпера взять какого-то и будет вообще неприятно. Как-то тогда есть ощущение, что маловато героев, которые держать цели будут. Вот Тераблэк. Тераблэк хорош. Вайп, он не боится вайпера, да? Тераблэк, я не успел сказать, что очевидный контрпик, ну прям один из лучших. Но получается, что верим в этой игре в Лолотроне, если у Кумари, так сказать, поддерживать. Потому что иначе я не совсем понимаю, как выигрывать. Третий, третий позиция снафера, о чем мы говорили, четверка Тускар, ИСФ, МИД против, или Шрака. Все правильно, ну да. Так, ну какой пиктер, знаете, больше? Террор Блэйд тут с тыдомами выигрывает Доту на самом деле. Ну да, тут она хорошая противность Рокаса, Скаре, каким-то и дузу перебивает. Да, перебивает всех героев, а там еще и ССФ есть, который. Интересно, через какой Билд ТСФ будет играть? Тоже через физический? Я думаю, мага тут можно разыграть. Говор не сильно кто-то мешает, позицию создаешь для Террор Блэйда. Возможно, посмотрим, интересно. Но меня смущает сильный Дарксир, и тот факт, что жадновато как-то взяли у Кумари, вот это вот СФ Террор Блэйд, мне почему-то не очень заходит, поэтому я, наверное... Сверху Медуза, это нормально. Ну тут, как бы, есть свои нюансы, тут согласен, да. Но я больше в Дарксира хочу поверить, если честно. Чему-то вот так уверенно взяли для Аркана этого героя, я почему-то думаю, что... Может быть, это оно. Но посмотрим, как сейчас карта ляжет. Для Дарксира не самая простая игра, на самом деле. Там все-таки есть... Ну он купит, да, Грифс и Пайп, возможно, за счет этого получится какие-то драки выигрывать. Но есть Сайленсер, он неприятный. Опять же, от линии много чего зависит. Ну, собственно, сейчас мы и посмотрим все эти линии. Так, а у нас пока друзья наши из Бэтбум показывают вот такие интересные коэффициенты на третью карту, на решающую. То есть это 1.8 на Лаву, 1.9 на Окумари. Вот. Ну и, ребят, вы помните, да, про бонус 100% на первый депозит. Под стримом есть баннер, переходите по нему, регистрируйтесь. Наканчивайте приложение на телефон, например, и, соответственно, пользуйтесь промокодом DPC. Опять оббегают друг к дружку команды. В этот раз Дарксира не нажимали смока, правда. Забегают смока Хрэдзиант. По большой дуге пошли. Вот грамотно вот этот вард ставят на своем хайграунде. Типа, если туда зайдут враги, они их увидят. Так, тускары могут подлобить, возможно. Нет. Ну, нечем пока. Ну, очень не видно. Аккуратно танцуют, танцуют между собой. Ну, интересно, какая-то стратегия у команд есть, знаешь, одна и другая. Они прям точно хотят выйти, сделать ФБ. Это вот мы видим уже, ну, вторую точно карту. Первую я так не особенно помню. И третью, соответственно. Вот прям яркое желание выйти. Пятером идем, ищем цель, хотим ФБ. Вот эти варты нетипичные какие-то прям для левел-1. Косовочку какую-нибудь, нет? Все, сдались. Все, кумарь отходит подальше. Давай сразимся. Кстати, как тебе идея на сайленсере не брать главы на линию, а спамить как-то курсой? Ну, опять же, ну, типа, здесь главы, наверное, получше, потому что тяжело будет на него напасть. Да, два милишника. Будет просто сейчас дарксир и разминать, крипы не агриться. Крип с щитом на тебя не побежит, будешь сбоку простоять и бить этого дарксира. Окей, понятно, прикольно. А Тирайвлайт должен сейчас передонавить всю пачку. На двух крипов задонавил. Нормально. Тоже нормально, да, пойдет. Ну, хорошо. Будем смотреть, конечно, за тем, как в миде дела обстоят. Как-то Лаватроне потерял много хп. Там-то ладно. Собственно, на боре у нас просто крипов выпуливают. Кстати, где-то я уже такое видел, просто забирает грибочку в суппорт. Да. Четко прям это понимает все в Южной Америке. Сегодня уже вторая ситуация. О, крипов не переагрил. Да ты что? А там два рейнджа побежали умирать на бушку. На свои казусы есть, конечно. Медоза такая, нет, стоять. Ну, нормально, она их допьет, без проблем. Так, и здесь тоже пулы, да? Там пытались запулить. Здесь тоже. Но, кстати, неплохо под щиточком так-то пошел наваливать экспоадентине. Что-то у него прям хорошо так по МСУ с винлейсом. Но дерево на первом уровне. Это для того, чтобы рейнджа добить, а? Какая-то такая идея. Ну, без понятия, на самом деле, зачем он дерево тут взял. Я всегда думал о том, что это вот только рейнджа. Он же популивал крипов. Да, было бы греча, был бы какой-то тос, это было бы сто процентов килл сейчас. Ну, ладно. Так, у АллатРа не летит боттл. Вторая минута по крипам у нас 10-0-10-1, пользуясь сэм. Чуть-чуть. Нормально, нормально. Душа давит. В принципе, обе стороны качаются, это радует. Теперь у нас более проворные пулы какие-то происходят на нижней линии. Там вообще весело. И даунбрейкер тоже с пачкой крипов бегает. Висели, конечно, с этими пулами. Ну, старается, старается, конечно, не за ругинеть линию. Ну, в целом, это, наверное, уместно. Ну, как бы, вот такое вот хождение, потому что у тебя все равно линия слилется. На падении на топе. Возможно, он без сайлансера. Возможно, он без сайлансера. Как-то подвстал немножечко Йор, возможно, это был байт на развороте. Пару плюх закидывает. Дарксера. Но Найт. Кстати, Найт стоял у нас, по-моему, в легкой линии, да? Две карты. Это вот Марси и Лина были. Да, кстати. А теперь он у нас на четверточке шпилит. Прикольно. Так, сайлансер куда? Это байт. может что-то знает гений слушать они они реально проливаю первую кровь соли сейчас конечно умрет это уже второй kill поэтому это уже не считается это не так весело и проливает первую кровь забрать кучу денег вот это но и сам гений какой-то на главный фанат теперь да я не знаю он так как-то играет не типично для пятерок вообще принципе как-то на медиа и попытается напасть есть такое на диалон сф-вежний койл ну тут попытался пытался да ну вряд ли что получится путная хотя есть еще ботал садил дерево интересным пытка с деревом какая-то была посреди дня так это ошибся конечно сф можно ожидать что тени прилетит забудить ботал после своей смерти он подавил на как-то чуть-чуть на и софи да он ставил на реке просто его зацепил как-то лишь рак и все не просто догнал прикольник сейчас лаватроне как всталось как будто бы он с базы пришел и варпост на боте прям давид пока ребята идут удачи им пока не сопутствует в принципе символ крипов добивает у него все отлично но вот наверное крест должен умирать или нечего убить печенька есть но если он даст печенье конумер открыть о красиво получается все все калькуле это все прочитано грамотно пока стала гейминг на самом деле медиа улица рака все хорошо особенно за счет этого фрага вообще прекрасно становится на топе у dark sir тоже будет свой кач напали на террор глада немного прохарасить ошибся немного это как-то даже не так серьезно пока там же еще . а нет есть еще . начинь вот тогда вопрос в нем я когда было идейно правильно ну хорошо по нету у нас пока очевидно на парень с ферстблатом впереди всей планеты а собрали да на боте таки проворный валор убрали но там так пыталась сквозь деревьев сквозь все спрятаться не ладно там не используют не используют скрытую имбу снафер курс карнадар снафер брать селил шредер и просто под тем так накидывать так ты кстати это 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 нормально работает да вот там каждая ты куда вот блин это акт имба города вопрос что ты будешь делать дальше на такой снепки после лейнинга на 5 кстати забудили ботал меня для лешего теперь это сделала downbreaker в этот раз уже жизненаучная просели на топе хп ну таксиры кстати арканы появились и сразу у него ты а конечно хочется еще какой-то а там кайл был дальний все понял латроникил не заработает руна у нас в итоге в топе йор ее забирает хороший контроль рун в исполнении у кумаре акте как байт дарксиры он как думаешь он урок это так а там же все еще щиты которые а там все я понял до боевой ну что просто отрабатывает двоечку с левой с правой а это вышел интересный опыт нападения рядом есть юр с дабл дамажом но не справляется вообще террор блэйджи и быстро поднимает а можно и этому тоже парню объяснить он конечно сильно уверенно интересно себе молодой человек но вот так вот дерево какие-то садоводы у нас везде на медиа над на топе осталось построить дом и вырастить и нам в медиа на самом деле так так агрессивно играл и тускар решил его не наказывает тебя могли наверно под кайлы его как порой забрать спасибо начинает прикольный вардик такой это кумарит агрессивный тоже вот они увидели шрак качался продолжают ребята играть уверенно знаешь вот эти вот глубокие варды какие-то агрессивная игра вот вот это подкупает меня как-то я больше знаешь люблю вот именно активную dota где какие то есть интересные такие выпускает а может быть и неправильно да и это не совсем грамотно и скорее что там тир-1 команды если какой-то когда-нибудь дело дойдет до мажора они накажут но как-то я больше вот фанат именно быстрый dota такой наглый dota что-то в этом есть на боте у нас пока подставляется тусик использует сноубол вроде прикольно все как же хочется добить не получается она только нажали форму еще заставили нажать форму терплейда схода и во всем кости на плетен вот вот и первые проблемки да так скорее возникают этим терплейдом хочется уже в лес уйти когда ты вот такой вот видишь пытаются пытаются они ой тут лишь рак пришел в инвизи но не видит а там во первых ночь вот вард поставили терплейд убежал вроде как этот сф пинганул ищут 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 какие-то жертвы нашли до прочувствовали йора вот интересно останется ли шаг чтобы вышку забрать я более кило в один конечно на сф вряд ли там как напряжется и что-то спушит да почему нет она ботинацев тоже должен нападения в виду усу как же быстро теряет кпшки точнее ману симпл но есть теки есть помощь погибает кирида хороший рассказ от хайджека этого был достаточно на размер есть но не вышка жалко что вот я кинесов не не часто как бы и свои пополняют мне всегда интересно кто что будет собирать а у про игроков часто бывает такое что они от ситуации выстраивают геймплей и поставим ну все то есть это такой физический бой да скорее против там сира очень больно на самом деле будет врагам когда будет аура минус армора за максимум и террой там очень больно будет бить но осталось только теперь все эти шмотки на фармить пока не один камстер войну фармит так забавно да поделится я думаю как нибудь у них не жадная тройка поэтому возможно вот я так хотел сказать что вот со сняткой вроде она ты и как бы хорошо но если у тебя два героя в станут афк то 3 плюс 2 у вас как-то геймплея не построится тени прогоняет террой да из леса пытаются ему мешать максимально характере так на медиа куку и пока крест руны на боте аркейн забирает с.ф. так и что с тем делать пойти на ботства матер один вышку не за в армии двойной кампе не новка все по факту правильно арта сама откроется пачки ходят так что это night прокрасил видимо террор-блейда вроде все прикольно только сандер спасает и на вообще жизнь террор-блейда напрягают так скажем это это круто это не так что он просто встал афк там у себя где-то в лесу и качается из него тут ману выбивают и ресурсики медуза дальше в боте да стоит от уже подтягивают со всех сторон ребята хайджек у тиме есть это я уже такое видел нужна помощь лизит валора симпл в этот раз живет рассказ хороший постановили хайджека проблемы есть у кири минус суппорт печенька в спасение печенье чтобы забрать на это но и так нормально your зарабатывает фраг размен один с отмит опять толкает очень сильно лишь рак пока на базе это боится вниз чтобы задать измедлением будет ли станчик так а вот это уже интересно такого троне быка включает меку нажимает darksir 3 тико и получает лампы вы были бы здесь еще как-то люди либо попали же находился где-то тусик вот это может быть реально был бы такой фатальный момент шерчка но аркейн руна сэфа захотелось ему поражать кнопки в боте кстати катапульту задав ли команда дар и будут товарищи забирать наконец но это я понимаю все потому что с.ф. хорошо создал напряг вышки по этому пришлось туда отвлечься круто пайп кстати делать первый шмоткой на снабхайр без грибцов но логично собственно не поспоришь тут пайп тело это как-то у него тут вроде а все все вижу да он просто поставился после всего этого грибцы я такой передумал д д забирает лишь рак ну тут но и нас 2000 привет за укумаре уже так на секундочку ну да они хорошо делится по карте на самом деле терраблэйт одну фармит большой лес а его даже никто не протекти мне кажется надо наказывать за такое да да обычный когда ты вышку ломаешь ты прям хочешь оседать на территории соберника так мы пока как то вот вроде бы хорошо все да у darkseer мека быстро но она не реализуется нет такого что бегают по карте пытается забрать вышки ребята они наоборот постерегаются оппонента ну а те соответственно фармит сэф огромный ирблэйт тоже пытается там догнать даже не знаю как то такая игра для дузы она не слишком приятно смотреть вообще от лес вот как раз говорит может там какие-то стать есть или что-то ждут корж моток или 40 скоро будет пустон там гриб сыр на dark series blink на синий нужен который кстати будет очень скоро нападать очень тяжело там есть глобал тот же поэтому с нападением будут некоторые проблемы а пока у нас затишье я вам расскажу о том что бэдбум предлагает бонус на 1 депозит сто процентов по баннер по трансляции приходите регистрируйтесь возьмите промокод dp7 и получаете заслуженные плюшечки более такие матчи у нас три карты все может повернуться мы много раз уже утверждали что это второй дивизион здесь ничего не может быть наверняка вот крым пытается dark серы поймать классно кстати говоря использовал там мир стоит тени но подставил тиммейт получается вот если постоял тиммейт билл может быть и не погиб бы тогда аркана ну познаю слишком пассивно как-то играют рейдинг ну не знаю ну прям это неправильно как-то совсем йорк-йорк ты чего йорк слишком глубоко так снайпка ультует йорк живет на месте также и тусик да ладно не убивают еще и лампе на развороте да конечно медуза зарабатывает даблкил но лишь рака уронить за два суппорта вроде не так уж и плохо night ченька спасения хорошо играет хайджак ну конечно да кайлы уже все все сильнее отрывают лицо и пика гаммин доза появляется манта и пика дала сэфа решил он пику сначала не бкб сделать сервейт качается и вообще все устраивают пусть они там дерутся сколько угодно пока штук у кумари вообще замечательность и сэф большой террор блэйт нормально идет даже сейчас если медузка немножко впереди это ничего не значит террор блэйт очевидно слотах посильнее поэтому пока прекрасная ситуация даже даже игра говорит симпл давай иди убей иди убивай где делить делись сам уху просто дернул в сторону тусика заходит йор опять немножко не туда просто убивают ну он умеет умеет делать вид что все запланировано было на самом деле просто умирать захотят подмет сейчас вытесли широком возможно забрать этот табор пока и на полно хотелось бы уже как раз и по железу застянулась в этом плане конечно вот хотелось бы в этой карте как раз хлопарка вместо тусика вместо теника потому что слишком сложно до блинка добирается тени албани он был ну да да но но они шипа умран открывали этого тени то есть это был как раз ты шаг тени распить можно было до руку горели шаг клопарк было бы проще драки начинать с этой позиции ну что они не хотят раньше драки начали вот это другой вопрос то я вижу что аркана потихонечку выходит все-таки в линдадер то есть знаешь вот этот выход в аганим это был все-таки какой-то рафау да он не просто это всегда ой там поймали лампе рассказ на дает лолотроне классная позиционка была от кирик пытается счет блатстоуна подхилить в этот же момент нападает на т.б. глобал совет просто чётко отличная игра вот это уже нормальный саль на серне то что у нас на первой серии где сидел терпел ждал чего-то ла ла най 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 слава лишиться своей видимо четверки добить получать еще и дарксеры поймали ага там закончились то возможности выйти как-то не умеет быстро реагировать судя по всему лава их просто настигают везде несмотря на то что драфтом более жадным играют сейчас у кумари по карте все равно прям чувствуется вот именно прессинг от команды справа вот узкара blink появляется тем временем очень хороший на творчестве быстрее чем у тени на тени еще там 600 голды до блинка хорошие столбол чётенько все нажимаете светлого кумари проблема есть у креста использовал мультимейт во спасение лишь рака но это все тщетно 1 2 герой погибают это еще даже не реснулся дарксир на секундочку он это лава плывут лава плывет как говорит так пришел сфсф наставил 14 отрестно без пассивочки до построением это все у него скоро появится бкб 15 уровень и они стиро бэдом который купит все тоже бкб просто пойдут и базу сломает мне кажется скорее всего так и будет потому что я пока не представляю как конкурировать с чем-то подобным я хоть и говорил дарксир может но что-то как-то вот судя по тому как кнопки жмутся уже не особенно что-то может моменты силы свои не реализует лавы от этого просадочки все ярче ярче ну или даже не так скорее моменты сил у них слишком поздно появляются сих пор нет блинка на тени долгие выходы bloodstone такая формулировка на более точно будет что все медленно вообще как-то удивительно что лишь рак так сильно подстал то есть 6 700 ниже чем дарксир и 18 минут не типичными шагов ну и мы тяжело будет играть эту карту на и широке давайте против сейчас ему он купит рывала потом бкб потом хочет к сашу каю но все вот этот на протяжении всего это время если он заходит в драку ксф узера блэда они его убивают за две секунды просто тут она мне кажется даже какой-то шива более быстро она хоть какую-то надежду давала опять же если ты там пульс если у вас команда сном более кстати опять передумал купил shadow blade нормально и так хорошо идет играть вишний раз нормально т.б. купил бкб кстати вот он и пойдет танковать как раз нормально а там просто знаешь лотар ульта напали на боти через ульт на дарксира а если помощь какая-то для дарксира помощи нет вот поздно телепорта им смог это все не так серьезно но должен погибать наверно тушек вот это смог вот это вот это я понимаю но потеют у кумари прямо на фоне соперника который засыпает ощущение словно парни справа вот свеженькие заряженные прям очень уверенно все делают хотят найти медузу возможно но находит лишь рака неприятное положение делал до лампы есть трудности у найта ну и собственно сдачу еще забирают а также креста бразмин у нас тут был дав тускара но честно говоря смотрится он очень сильно так себе четыре фарага уже выход в рашан а че уже 9000 ведут на 20 минуте просто ничего не получается у лавы я думаю они уже понимают что все дело дело пахнет сильно жареным еще это доедешь не реализовали вот этот пауэр спайк на дарксири с грифсами из-за того что мид был сильно уничтожен что-то сложно набегать на самом деле врать в сайленсер против снапфайр но от спиду захочется ставка на медузу вот по поводу ставочек хочу кстати рассказать о том что бэдбум сейчас дают 4 на лаву вот после агидиса и 1 и 2 на укумари вот так вот небольшая скидка на то что это все-таки тару дивизион есть поэтому есть шанс на то что подзальют под закинут как-то ну ребят бонус сто процентов первый депозит промокод деби си знаете что делать если что подстримом все дополнительной информации все с коде появилась можно драться союду за все ждем смог то поехали севера готов в это время для этом какой-то тоже с коде your смачок разве велел до четко опорчики отъехал уже не до сих пор нет блинка пожалуйста ставьте ему линию возвращение возможно играть на тени тази а правильно он делает что на ультимат не взял 5 лоб ужин зачем ему армор с одной тычки в убьет простых все отдых как бы поэтому вы вопрос окей с гангами не получился вот вот на бот да пошли нормально хоть что-то даже не дает команда дар такие ну ладно пусть забирает моим сейчас стоп поломаем и мид заодно грифсы также у стопер скоро будут ну да хорошо по миг как раз в принципе как раз играет хороший герой тоже много урона магического такой подспорью всегда есть есть чем подраться любой какой-то станчик садапчик опять смог играет вокруг лишь рака до хотят на свою тройку зайти парни и слава на тут уже киндер сюрприз есть кири сноубол это посмертный судя по всему будет 1 говорит я без мета никуда не пойду я качаюсь они прям большие любители покачаться вот я так могу сказать наверное они ждут сейчас теперь уже скади на террор блейт немного осталось ему перешатого это кого-то пытается пиков найти не будет очень больно если нужно взорвать хорошего троне красиво все сделал я думаю даже такая тени сомнений не было после такого отчаяния должно максимальности для накрывать хотя вот так убивают и самый тем более такой опасной местности ухо-хо страшно мне за эту душу когда хорошего симпланом 313 нормально стреляет что то есть 40 и почков на убивал жалко он проиграет конечно пока еще нет а вдруг сейчас но тяжело на медузе просто выиграть против вражеского драфт но очень тяжело будет против террор блэйда террор войти всегда побеждал от медуза там еще и сверху которого останавливать просто нечем контроль сквозь бкб единственно это ульт медуза который легко за и выйдите и просто вы стоите раздавать физический урон давайте героя асно фаер им поможет просто магией какой-то печеньками забрали outpost забрали за то он не ломится на хай граунд идут искать драку смоках аккуратно и жизнью и сапа до сих пор да поэтому хотя вот наверное с двумя жизнями ты как раз и можно было бы хэгэва пушить нашли до нашли таки на это дорого актуальта снэпки пошла все это в тюрьме жалеть но решили сразу типа пока нет тени собрать металл хорошая новость у тени все-таки появился улин дать на двадцать четвертой но вот так каскаде есть эти же плейда круто против ищут еще цели о ее симпла нашли да ладно при отсутствии моих нажимать а там варлос панч мана не бесконечная есть вакуум сноуполк . рок это все делаю красиво кири так а теперь сф как он тут казался медуза без маны кайл 1 2 глобал есть проблема возникает серьезного характера у лавы есть печеньюшка догоняет сф-дарксиры убивает этого накидывает второму там блин кал пока тени не зря он фармил блин дайдер получается до себя три фрага для окумаре 15000 привеса из охотных граунд типу это сэфа ну лалатроне разошелся это могу прям смело за закрыли шаду финдом может реально стоило лишь рака как спрятать от него надо пассивность когда вы берете медузу когда у вас есть лишь рак вроде даун брейкер да все расход обязательно вы не можете вас встречать пятером там есть сайлансер который вас еще контор пик такой неплохой аудрам тут непонятно в чем проблема в том что лишь рака взяли рано до этого пик или шаг плюс тени как как-то вообще максимально невнятно что это куда как-то речь у нас было им брать и dp плюс тени dp в бане не было кстати говоря его можно было бы попроще играть и она вот dp как смотришь на нее она как будто проще flexes а ты можешь и на и на мид и на тройку поставить она и там и там хорошо выглядит от с широком почему-то охоту и вот только в мид стоять его совы снова закрывают и он очень хорошо играл отыграл на сэфи она играешь не закончена на жару стоит надо рапиру покупать мне кажется и ну да да тут тут у другого варианта у тебя и нет скорее всего мкб поиска там butterfly есть вот мне кажется следующем патче нужно вернуть для рапиры вот этот вот true strike потому что как-то вот убрали true strike и все и вот внутри 100 демаж да пофиг лучше дейдлаз возьму как-то каждый второй кири игрок или в принципе кора игрок как думает залетел тусика мсф замахивается на ульту он тут уже никак не помочь тускару байбек у него если что имеется в принципе как он больно наваливает аллатроне ульту кастует пока п нажимает все немножко сф но т.п. если что они этот меню он шутки просто наваливать что как это быстро сноубол опять под сейф шикарней шатусика как же они разыграют эти комбинации ультра килл делает аллатроне единственно живое этот парень на медуза который уже бежит ну скажем так сэйвить его поеда на базу противоположную сторону ок и ваш найдет час его он же сэф без бкб играет по минус репортация так но нужно сюда кор какой-то вот бежит аллатроне где дети же будет вообще а он рядом нормально он близко кири на тоненького аллатроне соло гридо дайте мне его сам все это ремпыч мог бы быть но слишком долго добегал аллатроне после такого принципе не грех как я написать это понимаю они держатся последние они без тарабы за драку игры в этом ты прикол не формы не не люди вообще ничего не было кажется там достаточно было церковь глобала и тускара на тусики очень хорошо играет кири вот на порт и у кумари невероятные какие-то кусачки очень хорошо кнопки жмут там вот эти сноубол и его с и вещей в крипов он грамотно все читают игру круто круто вот видно что комфортные герои ну и ну и характер юра я все равно хочу отменить все даже после даже после этого они отходят не идут на хайграунд хотя они прям чувствуют я уверен свое преимущество но нет они не ломятся наверх и будут ждать 2 рошана походу если принимать драки только вне базы жесткая хватка капитана наверно или как-то у них там колит круто действительно здорово у зайлансера рефрешер почти так да 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 я тоже хотел отметить что вот уверенными действиями йорк остался фигбай на рефрешер вот 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 на результат два глобала не пережить там один еле как получается 2 все просто контроль и тройку оппонент ребята из кумари последней линии остается ребята у вас если что всегда пока работаете письме есть возможность заполучить бонус сто процентов на первый депозит собственно много раз уже говорил да просто регистрируйтесь указывая промокод dpc на сайте битбум и получаете сто процентов а вот асс 9 секундным bkb выходит дождались на может это кидрилась какой-нибудь еще сюда сверху хоть и силер на какие-то кстати есть вопрос насколько silver лучше чем дейдлос ну кроме того что позиционку тебя дает или хуже типа у него закрыты в любом случае меньше он ради позиционки берется мы пассивки тут некому вырубать только вот я про не просто и думал что как бы позиционка он круто он реализовал до свой shadow blade полностью мне кажется дэмод же ему и так хватает на эсэфи как мы видим если что в лете можно поменять надоеду а сейчас пока можно и сильвером показать вот лишь рак сейчас упадет это поставил этот да тут тут конечно не контрится такая штука вот я как раз хотел спросить да насколько эта штука решает перевод узнать в лейте меняем надоедлос все запомнил записал вот сербайд понимает то что ему silver вообще не нужен он просто доедал все поставки к бай это сейчас видел на 2113 такой помощник а он первый стал дает остальных там и секундивает такой это первый нашел и и лесочек дальше нормальная я импакт нес ребят давайте так еще появляется шарт на эсэфи вот эта тычка с фирм поэтому он сейчас с сильвером может вообще уничтожать они не стараются гулявших но в смысле дополнительный дэмэш скрита не увеличивается просто чаще прокает так не понял сейчас но смысле я имею ввиду там там как это вот пичечка с аганим шарда она увеличивается ну урон смысле если прокает еще 3 нет там самый высокий крит берется который может все понял хорошо так у нас пока ворвался довольно интересно тени в общем-то зафорсил на пару кнопочек оппонент меню на глобал там уже есть рефрешер если что с аленсер он уже рефрешнулся последняя линия трещит по швам барак мишников падает смотришь на это и думаешь как это что это такое ой и хороший тост станут лавал хорошо слушай хорошо наваливают так то станги шикарнейший был минус террор блейд сф тоже убили сейчас рестница парень и сэвчики есть снаряды снэп файр ла трони так-то сильно терять кп но есть пока боя есть у тебя это лево-направо герой сыпется минус 3 уже имеется символ тут пристреливается пока ла трони уносит ноги было два вайбека страны рейдин но меня крипы пораньше так вот раку просто что мешало сделать это им раньше ну наверно просто герою команду кумари не представлялись вот там критический момент и джек пашечку красиво делается ну вот все это медуза она такая вроде бы хороший файт был только что да ну там за три героя по моему окаменели от стон гейза поэтому дополнительный дэмаж от физера урона был катастрофическим вот этого урона хватило сейчас даже снепку не получается убить ну дфм ладно сигаретку медуза есть можно и на хайграунде поиграть тераблайт бкб не смог нажать почему-то когда на него вроде там нет таких про встановку жестких видимо не зародировал на основной широкая и потом застыл от ульта медузы и погиб а там доедалось еще их и джек собирает у них у них прям слишком много будет физдаем уже как кажется на первый взгляд но герой лопну скорее всего там если до 25 дело дойдет то снепки то все но уже есть 20 на самом деле снайфер который лил шредер но использует твой дэмэдж очень приятно по области поэтому там там вообще просто невозможно играть бы ну да этими аурами удивительно никто киросу не купил них только физовиков а кому покупать киросу ар какой пускай сейчас сыграет и знаете рублей да кто же например можно было бы не охота покупать ауры против дарксера на самом деле а вот иллюзия ты хорошо подметил да я уж как ты знаешь и забыл что герой есть в игре как но то не надо бегают он немножко выпал из игры не реализовался дарксера совершенно вроде на линии они там в один момент даблкил сделали тару рано сломали но потом не было никаких нормальных выходов так выкинули у нас но он брейки ручь октусик живет как же много урона наносит сф вообще не контрится это никакие бладстоуны не помогают медузу под фирм загоняют на базу патроне спиной стоит замахивается пришел тебя бойцы иллюзиями бить уже т4 вышки так латроне развлекается уже он тонут время вида до пятюньки просят так 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 аркана ладно это это показалось все нормально пошел терлит в упор навалить по символу печенька шикарно ультимейт в латроне погибает медуза не даже ультимейт не понадобился сф все шикарно фонтан добил да нет иллюзия иллюзия осилили сфа разочек уже неплохо ну вот собственно террор блейдом закрыли по которому мы говорили и очень тяжело играть они думали что с дарксером получится против него как-то отыграть но я бы не сказал что дарксера прям жесткий контур пик террор блейда потому что вот дарксер против наги он хорош вот иллюзия наги в драке почти ничего но иллюзии террор блейда они ранжовые они подметы стоят и просто раздают огромный дэмэдж поэтому нет не удалось задумка да идея это была в том чтобы быстро отыграть драфтом лавы то есть хорошо поставить линии пойти по карте доминировать пока вот эти вот быстро тяжело когда тебя медуза в драфте вот да да в этом ты ну тут знаешь как многие говорят что на медуза что там два слота взял взяла и пошла заканчивать да но эти два слота это какой-нибудь скади которая 5000 стоит и манта тоже по 5 и тут пока ты здесь точно берешь уже уже другая dota начинается